Сегодня тема у нас с вами одна, о которой мы уже тоже с вами говорили. Это об объединении скорой помощи непосредственно нашего Лихославского района с Тверской, город Тверь. Теперь будет одно государственное бюджетное учреждение. Я сразу предоставлю слово, наверное, Константину Валентиновичу. Спасибо. Вы уже и расскажете нам. Наталья Николаевна, спасибо вам за приглашение. Мы сразу же откликнулись и даже настаивали на том, чтобы выехать и проехать по каждому району. И, конечно, в первую очередь начать с вас, районов, которые ближе всего находятся в Твери, которые попали в первую очередь. Это Лихославский район, Ромешковский район, Куршиновский район и Старицкий район. В первую очередь объединение. Это объединение службы скорой медицинской помощи. Это задача, которая была поставлена министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Вернис-Карциной-Кварцовой. Было соответствующее письмо, адресованное во все субъекты Российской Федерации в марте этого года. В настоящий момент Тверская станция скорой помощи определена губернатором Тверской области как центр, на базе которого будет происходить объединение всей службы скорой медицинской помощи Тверского региона. В настоящий момент служба скорой помощи Тверской области представляет из себя три юридических лица. Это Тверская станция скорой помощи, Вашневолодская и Ржевская станции скорой медицинской помощи, а также 37 отделений скорой медицинской помощи во всех центральных районных больницах, три из которых имеют федеральное подчинение Федерального медико-биологического агентства. Вся служба скорой медицинской помощи планируется к объединению и на последнем совещании губернатор поставил жесткий срок, что это должно произойти в самое ближайшее время. В Тверской области проживает почти что миллион триста населения и исходя из федеральных рекомендованных нормативов при одной бригаде на 10 тысяч населения, в Тверской области примерно должно быть около 130 бригад скорой медицинской помощи, часть из которых, конечно же, базируется на базе областной клинической больницы, детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Поэтому в службе скорой помощи воезных бригад примерно остается около 120 бригад. И в настоящий момент, если сравнивать цифрами, так и получается. Сейчас на линию выходит ежедневно порядка 115-120 бригад, но если мы посмотрим с точки зрения логистики, это модное сейчас современное такое слово, определение грамотности использования наших ресурсов, сил и средств, мы порой совсем нерационально, расточительно где-то используем высоко квалифицированные медицинские кадры врачей среднего медицинского персонала при организации экстренной помощи. Сейчас на базе нашего здравоохранения Российской Федерации принята трехуровневая модель организации экстренной медицинской помощи, где первый уровень – это уровень района, второй уровень – это уровень межрайонного центра, кустовой, так сказать, уровень, да, и третий уровень – это уровень областных уже учреждений, которые оказывают в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Так вот, объединение службы скорой медицинской помощи в единое лицо вместе с вот этими вопросами логистики, да, в первую очередь и направлено на то, чтобы приблизить учреждения первого уровня, к примеру, учреждения Лихославовской центральной районной больницы, к высокотехнологичной медицинской помощи. Ведь коллеги врачебное сообщество, которое здесь в том числе присутствует, вы же ведь прекрасно понимаете, что еще 10-15 лет назад мы и представить не могли, что пациент мог получить высокотехнологичную помощь уже начиная от постели больного. Сейчас к нему приезжает бригада скорой медицинской помощи, оснащенная современными аппаратами и телеэкг, где в телемедицинской консультации со специалистами областной и клинической больницы зачастую принимаются решения о назначении ему высокотехнологичного, очень дорогостоящего лечения прямо у постели пациента. И при этом происходит маршрутизация этого пациента, причем именно в то учреждение, которое готово и способно оказать ему медицинскую помощь. Мы изучили практики таких ведущих учреждений, как Московская станция скорой медицинской помощи, Санкт-Петербургская городская станция скорой помощи, Московская областная станция скорой медицинской помощи, учреждения скорой помощи Тулы, Башкорта, Стана, Уфы, Кирова. Все эти учреждения проходили процесс объединения. Кто около года занимал процесс объединения, кто-то у кого-то занимал процесс объединения три года. Московская область около пяти лет, четыре где-то с половиной года они находились в процессе объединения. И понимая сейчас важность этого процесса, губернаторам было принято решение начать с Калининского района. Калининский район, так называемая Тверская обломерация, окружает город Тверь, и, соответственно, где максимальное количество и справедливых жалоб населения на недостаточно качественно организованную экстренную медицинскую помощь. Губернатор поставил задачу, и она была выполнена к 1 августа. Население Калининского района попало в оперативное обслуживание бригадами Тверской станции скорой медицинской помощи. В настоящий момент мы уже три месяца имеем возможность проанализировать первые результаты этого объединения. Время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту в сельской местности, а Калининский район один из протяженных крупных районов Тверской области в отдельных участках с низкой плотностью населения. Так вот, время прибытия бригад скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме, где нормативный срок доезда есть, и вот это правило золотого часа, о котором мы все с вами знаем, так вот это среднее время прибытия бригад скорой помощи, сейчас мы каждую неделю анализируем, на прошлой неделе составляло чуть больше 30 минут, 30,5 минут. Население Калининского района, получив специалистов Тверской станции скорой помощи, а ведь мы обладаем специализированными педиатрическими, психиатрическими бригадами, бригадами интенсивной терапии, состажированными докторами, которые оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях, падениях с высоты и всяких таких техногенных, даже возможно, катастрофах. На базе нашего единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи, который открылся с 1 сентября, у нас организован отдел медицинской эвакуации, который ведет полный учет всех коечного фонда, всех коек и работы тяжелого оборудования, пока это только по Твери и по Калининскому району, в самое ближайшее время это распространится на учреждения здравоохранения всей области, поэтому мы знаем, где сейчас нашего пациента готовы принять. Без перемаршрутизации, перегоспитализации, и опять же, это ключевая задача, которая была поставлена министром на последнем обучении главных врачей на базе областной нашей клинической больницы, что бригада скорой помощи привезла пациента в ту больницу, где он должен остаться. Без перегоспитализации, естественно, в ту больницу, которая способна и готова оказать ему медицинскую помощь. За последний год такое внимание со стороны правительства Тверской области, конкретно губернатора, министерства здравоохранения, которое было направлено на первичное звено, это сейчас на этот проект, и это дополнительные средства, которые предусмотрены, допустим, региональным бюджетом, такого внимания службы скорой медицинской помощи и всего первичного звена не было давным-давно. Мы, поездив по другим регионам, с гордостью говорим, что губернатор Тверской области, он поддерживает службу скорой медицинской помощи, потому что именно первичное звено вносит самый большой вклад в снижение смертности. Скорая медицинская помощь – это флагман, это самое простое, то, что есть у каждого в телефоне, 112 или номер 03-103, и кредит доверия ко всей системе здравоохранения, он формируется первичным звеном, в том числе службой скорой медицинской помощи. У нас есть опыт, у нас есть квалифицированные кадры, и мы сейчас видим, как, допустим, коллеги, которые еще несколько лет назад направляли молодые специалисты, сразу же свое стремление направляли в сторону коллег в Московской области, в городе Москве. Сейчас для них Тверская станция скорой помощи – это конкурентоспособная позиция, где он может получить и надбавку молодому специалисту. Мы пошли по пути того, что стали платить надбавку молодым специалистам не только, вот как на селе, а мы приняли решение для себя, что наш молодой специалист тоже заслуживает точно такую же надбавку. Все бригады Тверской станции скорой помощи, именно бригады, я имею в виду скорой медицинской помощи, состоят из двух медицинских работников, в первую очередь, идя по пути объединения со всей областью. Это наша первостепенная задача – сделать бригады районов по образу и по планке, которая была поставлена в Твери, чтобы все бригады скорой помощи в районах точно так же состояли из двух человек, из двух медицинских работников – доктора или двух фельдшеров, там, фельдшеры медицинской, может быть, сестры. И, понимая, что даже если работник, к примеру, на бригаде работает один, как зачастую сейчас происходит в отделении скорой помощи районов, мы эту бригаду не называем бригадой скорой помощи. Для нас эта бригада не отложена медицинской помощи, где есть четкие критерии, регламентированные показания, определенные категории вызовов, на которые ездят эти бригады, потому что в ней состоит один медицинский работник. И, допустим, оказание помощи при вызовах первой категории – это вызовы скорой помощи в экстренной форме, инфаркты, инсульты, ДТП, реанимации и все прочее – один медицинский работник это сделать зачастую квалифицированно не может. Все наши бригады скорой медицинской помощи, они находятся под неустанным круглосуточным контролем медицинского центра. Четыре, а то и пять круглосуточно врачей-консультантов работают в ЕДЦ. Они оказывают консультативную помощь для населения. Зачастую и вызов-то может быть, выезд, я имею в виду, непосредственно выезд бригады может не потребоваться, может быть вопрос решен по телефону. Они оказывают консультативную помощь бригадам. Если бригада столкнулась по тактике, по ведению больного с какими-то вопросами, то они могут отзвониться, позвонить, уточнить, и опытные врачи-консультанты, врачи скорой медицинской помощи, отработавшие очень много лет на выездных бригадах, врачи-педиатры, врачи-психиатры, они могут консультативную помощь оказать по телефону. Помимо отдела врачебно-консультативного поста у нас организован отдел медицинской эвакуации. Я уже упоминал, что мы собираем весь коечный фонд, и в настоящий момент тоже принята такая концепция, чтобы ни одного пациента бригады скорой помощи самовольно, по, может быть, своему разумению, порой по настоянию пациента, вот если ему там очень сильно хочется, чтобы она его не могла отвезти без ведома единого диспетчерского центра. Потому что только там стекается вся информация по всему коечному фонду, по работающему оборудованию. В одной больнице не работает один аппарат, в другой, наоборот, только что новый купили, поставили. И только они могут, условно говоря, на полпути там где-то, да, развернуть бригаду и сказать, нет, ты быстрее доедешь сюда, и здесь тебе окажут помощь. В приемном отделении, предупредив врачей приемного отделения, что к ним следует бригада скорой помощи с там расчетным временем прибытия 10-15 минут. До конца года мы сейчас переживаем в учреждении технологическую трансформацию, у нас завершается процесс информатизации службы, и все бригады до конца года будут оснащены мобильным рабочим местом, это планшетный компьютер с электронной медицинской картой пациента, интегрированный с региональной медицинской информационной системой, вот БАРС, который начал работу в прошлом году. Бригада уже на даже этапе приема вызова пациента на планшетном компьютере у доктора или у среднего медицинского работника, у фельдшера могут быть данные о том, по поводу каких заболеваний он состоит на диспансерном учете, отождествляется он в системе обязательного медицинского страхования, то есть не будет надобности лишний раз переспрашивать и полис обязательного медицинского страхования, паспортные данные, и это все будет загружаться в планшетный компьютер бригады, то есть чтобы фельдшер мог основное свое время тратить на пациента. Все бригады, помимо врачей-консультантов, медэвакуации, неотложка идет отдельной очереди, они все находятся под неусыпным контролем службы линейного контроля. Она была создана Министерством здравоохранения, и опять же это было поручение губернатора для того, чтобы дорогостоящие ресурсы, а это реанимобили, которые были получены по программам спасения жизни при дорожно-транспортных происшествиях. Это тяжелое оборудование, ведь каждый реанимобиль, он напичкан дорогостоящим оборудованием, которое зачастую стоит дороже, чем сам автомобиль, чтобы это оборудование не простаивало, чтобы оно работало эффективно, для того, чтобы это оборудование спасало жизни, в том числе и маленьких деток. У нас бригады скорой помощи в том числе и принимают роды в автомобилях, оказывают реанимационное пособие, и за последний год около пяти случаев успешной сердечно-легочной реанимации было в автомобилях скорой медицинской помощи. То есть пациентов вернули к жизни, доставив их в приемное отделение, в сознании с продолжающейся терапией. Для населения ничего не меняется, ровным счетом ничего, кроме того, как приобретается. Если мы раньше... Бывали машины, бывали периоды, когда три машины в Тверь едут. В Бурашево повезем, одного в сосудистые, ну, бывает вот такие вот, да? Негде. Сейчас медное присылают к нам, и мы обслуживаемся нормально. С Пирова? Так, с Пирова там где-то, где-то Тожокский район. То есть только, кроме приобретения, мы больше ничего... Ну, терять мы ничего точно не теряем. Вот, то есть, еще раз хочу сказать, что все сохраняется. Вся структура, посты все сохраняются. Дизлокация по тому же адресу, и в том числе и в Калашниковой. Лихославль и Калашникова все остается, да? Вот. Те же самое количество бригад, которые у нас сейчас есть. Все это делается, еще раз повторяю, в интересах наших пациентов. Но мы и не забываем, конечно, о наших медицинских работниках, которые рассчитывают и надеются на достойные условия труда, на понятные и правильные игры, на достойную и заработную плату, и на достойное внимание со стороны руководителя.